Приветствую вас. Сразу хотел бы отметить то, что именно решать, как вам вступать в эту ситуацию, нужно вам. Ни нам, ни кому-либо из экспертов не дано решить этот вопрос за вас, потому что мы не можем, не имеем права брать на себя ответственность за вашу жизнь. Это было бы не этично. Это было бы нарушение профессиональной этики. С позиции профессиональной психотерапии я могу сказать так, что с одной стороны, конечно, можно попробовать отношения построить. С одной стороны, можно попытаться что-то развить из того, что у вас есть сейчас. Тем более, что у вас к нему симпатия есть, у него к нему симпатия есть и так далее. И совершенно не факт, что вы для него временная замена жены. Вот если бы он был женат, вот тогда да. Тогда вы были бы для него временной заменой. А так, кто знает. Можно ли быть и нет. Но. Основная проблема заключается в том, а вы все так описали, как будто, знаете, как в фильме или в сериале, что вот они любили друг друга, были вместе, потом расстались, каждый из них своей дорогой шел, и в итоге они опять пришли друг к другу. И в сериалах обычно все заканчивается весьма хорошо. Потому что там эти люди понимают, что вот действительно они те, кто любят друг друга, и они остаются вместе. Но в жизни все не так просто. Вы можете попробовать отвечать мужчине в соединности. Вы можете попробовать как-то давать ему обратную связь. на том уровне, на каком вам будет комфортно. Ну, то есть, чтобы вы не вредили себе. Но при этом очень важно понимать, что та проблема, первичная проблема, которая осталась у вас, из-за которой вы, собственно говоря, и разошлись, она никуда не делась. Она осталась. И никто не даст гарантии, что эта проблема не появится вновь. Никто не даст гарантии, что у вас не будет той же самой ситуации, что уже была. К сожалению, вот это основная проблема. И потому, я бы рекомендовал вам сделать следующее. Значит, вот вы здесь пишите, что звонит каждый день, вроде ничего личного, предлагает встретиться. На близость интимную не соглашайтесь, пока что. Посмотрите на его отношения, как он настроен к вам. Как можно ли он добиваться вас? Посмотрите на него, изменился ли он, а не измениться он не мог. Вот. Посмотрите на то, какого рода изменения у него произошли. И тогда, в одну из встреч, если вам изменения его пришли в душа, например, Ага, спросите у него, замените разговор на тему того, почему вы разошлись. На тему того, почему вы расстались. Как так получилось, что вы любили друг друга? Как так получилось, что вы хотели быть вместе, а постепенно, постепенно все зашло на нет. Получите от него какую-то обратную связь. И когда эта обратная связь будет вами получена, проаналитируйте ее на предмет удовлетворительности для вас. Насколько вы удовлетворитесь тем, что вам скажет мужчина. И вот тогда, когда и если вас все устроит, вам понравится то, что мужчина вам сказал, вам понравится то, что и как он преподаст вам свой взгляд на эту ситуацию, Вот в зависимости от этого, вы и примете решение, встречаться с ним дальше или нет. Если он предварит вас, если поговорит с вами, если вы увидите, что какие-то моменты он переосмыслил, ну, значит, можно попробовать с ним построить отношения. А если вы увидите, что нет, тогда наступите на те же грабли. Думаю, именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.